давно не виделись ребят и наконец-то я заново снимаю новое видео причина выбора именно этой темы да все очень просто телеграм канале я выставил голосование было три темы из них больше всего проголосовали за эту тему непосредственно профессия гитарист если вы хотите также влиять на контент или просто быть всегда в курсе то какой следующий выйдет ролик подписывайтесь обязательно на телеграм-канал также вы там можете задавать свои интересующие вопросы любые на них отвечу либо я либо участники в группе ну и в общем там все быстрее будет происходить на самом деле телеграм-канал только развивается и мне кажется он все дальше будет интереснее интереснее в общем с вами игрок и мы начинаем вообще чем крута профессия гитарист я думаю многие задумывались о том что было бы классно свое любимое дело сделать основным то есть чтоб хобби превратилась в профессию я думаю так не только с гитарой может быть и с другими какими то видами искусства или вообще деятельностью но сегодня речь именно пойдет про гитару я вам расскажу все способы которыми можно собственно зарабатывать и в принципе я их всех перепробовал и практически все приносили какой-то ну доход для удобства давайте немножко все структурируем разобьем так сказать на три пункта или раздела а назвала их так по навыкам грубо говоря те навыки которые больше всего будут преимущественны там первый это у нас играющий второй композиторский и третий обучающий по самим названием уже приблизительно понятно о чем пойдет речь но в этих пунктах тоже можно будет разбегаться на несколько разных вариантов также между собой некоторые навыки будут переплетаться к примеру играющий комп и композиторство будет часто так сказать тесно между собой работать начнем с самого первого достаточно интересного пункта играющий по самому названию понятно что здесь мы будем в основе играть конечно большинство сразу представляет самый идеальный вариант это рок-группа концерты стадионы турне и так далее но не большинству он подойдет да и плюс многие на самом деле это просто сильно романтизируют на самом деле все не так как казалось бы допустим некоторые не любят большие разъезды может быть у вас семья кого-то напрягает нестабильность и так далее да и вообще довольно таки сложный путь поскольку здесь все зависит не только от тебя самого а еще непосредственно от участников коллектива нужно писать вместе музыку она должна быть перспективной должно нравиться всем и в общем вот эти проблемы в коллективе у каждого разные амбиции этот вариант достаточно сложно рассматривать но он есть он существует поэтому о нем тоже стоит следует сказать на самом деле довольно таки в принципе реальный все реально давайте отойдем от него перейдем к следующему следующий это кавер коллективы и вот здесь достаточно интересная тема на самом деле чем-то похожую на предыдущую да то есть тоже тут какие-никакие на минимальные гастроли есть да может даже нужно будет ездить именно по городам ты постоянно на сцене выступаешь репетиции это все очень сильно похоже на это единственное но ты играешь чужие песни а суть такова кавер коллективов играть песни те которые непосредственно понравятся заказчику заказчик у вас может быть разный это могут быть не рождение это может быть какой-то корпоратив это может быть в общем разные мероприятия отсюда вытекает то что нужно будет играть абсолютно разную музыку вы можете играть как какую-то приближенную к металлу да допустим если у вас такой будет заказчик и так же самый попсу попсу наверное чаще придется играть скорее всего заказывают такие коллективы потому что допустим хотят услышать не знаю там кавера на guns and roses и параллельно там допустим на океан эльзы и все это в одном флаконе хотят увидеть на своем мероприятии попасть в такие коллективы в принципе как мне кажется не сложно часто выставляются объявления объявления допустим тот же самый лыкс объявления просто в социальных сетях собственно как я когда-то и попал в один кавер коллектив просто по объявлению как это выглядело в моем варианте в объявлении было указано что нуждается в гитаристе пишите там в личные сообщения для кавер коллективов на коммерческой основе я написал мне сказали какое количество песен мне нужно выучить и прийти на репетицию их показать собственно я пришел на прослушивание показал все партии дальше зависело от того что типа подходишь ты им или не подходишь моем случае подошел этим ребятам и собственно с ними дальше занимался репетировал и играл что вообще нужно от самого гитариста какие в основном требования ну самое первое требование это гибкость скорее всего нужно будет играть очень много разных стилей фанк диско какой-нибудь поп жанр панк рок и так далее не знаю может какие-то не назвал и все это будет часто переплетаться между собой плюс ко всему нужно все все партии скорее всего нужно будет снимать на слух потому что не найдете вы все песни те которые у вас будут там заказаны да на song story том же самом далее в youtube это бы придется уметь снимать это на слух да и больше вам хочу сказать иногда будут песни там где нет просто напросто гитары но вам нужно будет снять партию либо клавиш либо до придумывать свою какую-то партию чтобы коллектив смотрелся целостно или допустим вас не будет клавишника или там несколько партий клавиш в общем варианты могут быть разные помимо всего этого нужна очень классная память потому что большое количество песен нужно будет запоминать один из вариантов это использовать какие-то подсказки в виде бумажек например как сегодня видео если я сделал подсказки для того чтобы не потерять хронологию именно самого видоса то же самое и вы можете себе делать это могут быть разные кто-то все выставляют в аккордах кто-то в ассоциациях кто-то в нотах да если вы умеете читать ноты то можно заморочиться и написать все в нотах но это по-моему довольно таки сложно в общем нужно будет хорошо запоминать треки дальше вариант с аппаратом какой у вас должен быть аппарат но в первую очередь гитара у вас должна быть максимально универсальной круто конечно если у вас несколько инструментов но вряд ли вы их с собой все будете таскать желательно это какая-то гитара которая может звучать в абсолютно в разных стилях и везде хорошо гибко подходить помимо гитары куда подключаться конечно можно лутскульные варианты это типа педали педал борды но не всегда у вас будут комбоусилители да и вообще это вся вещь довольно таки фонящий и немножко по разному может звучать в разных помещениях потому что выступать вы можете как в маленьких каких-то помещениях как типа квартирники не знаю в больших клубах на улице ну в общем много где поэтому как мне кажется самый идеальный вариант это процессор он везде классно прозвучит но тут конечно же решать вам ну и самый последний пункт который нужен будет для того чтобы в кавер коллективе играть как мне кажется это артистизм помимо того что заказывает чтобы вы играли качественно музыку и круто классно да еще смотрят на картинку то есть целостно хотят люди устроить праздник именно концерт какой-то вообще кавер коллективы помимо всего этого я забыл упомянуть есть те которые играют непосредственно разные песни да то есть там сборник солянку а есть кавер коллективы которые непосредственно заточены на ту или иную группу примеру я помню в харьков когда-то приезжал кавер коллектив заточенный под группу keys у них прям все там жестко было там заточено там наряды было все максимально похоже или когда-то мне выбивалось в интернете группа эйзи дизи то есть они официально вроде даже с эйзи дизи подписали какую-то там контракт или еще что такое что они от их имени будут выступать они максимально очень похожи на них они даже записывали свои студийные вариации песен эйзи дизи ну то есть вроде бы даже большое количество людей собирали тоже такой один из вариантов так дальше перейдем к второму пункту играющих это у нас сессионные музыканты и здесь тоже можно пойти в ту стезю которая будет похожа как с кавер коллективами и группами то есть тоже еще выступать допустим один из вариантов быть очень крутым музыкантом и тебя могут заказывать звезды то есть чтоб ты был у них гитаристом к примеру взять там да вот этот винник тина кароли там и так далее вот эти все ребята которые вроде бы казалось из поп музыки у них очень техничные ребята очень техничные гитаристы барабанщики и вообще там жуткие профессионалы поэтому если ты круто играешь если ты как-то там засветишься то тебя может какая-то звезда заказать все те же самые навыки перечисленные они нужны будут это гибкость это снимание нот на слух играть гитарные партии там где их нет потому что у попсовиков такое часто бывает там гитары нет но на концерте они все равно и вставляют поэтому как-то так артистизм само собой ну и аппарат вроде бы ничего не упустил но есть второй вариант именно сессионщиков это когда ты не хочешь выступать а хочешь более такую тихую работу тебе главное играть твоя задача это будет сыграть какую-то гитарную партию в студийных условиях к примеру есть какой-то артист у которого есть уже заготовлены партии их просто нужно записать на гитаре собственно вы это делаете и записываете здесь конечно нужен очень жесткий такой профессионализм и в плане игры здесь прям очень нужно чисто и кристально играть также один из вариантов это может быть что вам нужно будет просто-напросто снять чужую партию и сыграть ее заново то есть к примеру нужна минусовка но хотят качественную минусовку сделать в интернете допустим ее нет качественно или хотят какую-то там свою аранжировку в общем снимаем партию заново ее перезаписываем тоже такой один из вариантов также еще к сессионщикам бывает обращаются к примеру есть песня но там нет гитары вам нужно туда ее придумать и записать здесь уже немножко композиторские темы входят композиторском блоке мы сейчас чуть-чуть позже поговорим то собственно нужно ну вот навыки я уже сказал по поводу аппарата поговорим здесь конечно тоже классно если у вас будет несколько инструментов то есть да вот можете и там такой звук предоставить такой звук предоставить но в плане аппарата куда втыкаться здесь не так придирчиво поскольку там ну классно конечно если у вас есть какой-то топовый процессор или ламповый усилитель там какой-то но в В общем, даже если вы просто-напросто запишите гитару в линию, её в любом случае на студии могут спокойно про-реампить, если, допустим, вы будете это писать дома. Либо же один из вариантов, вполне реальный, вас зовут на студию, на студии уже стоит аппарат, то есть ламповый какой-то усилитель, и вы пишетесь с него. Здесь в этом плане немножко проще. Переходим к следующему разделу, а это у нас композиторский. Здесь, как мне кажется, уже нужно побольше навыков. Помимо того, что нужно уметь играть на гитаре, нужно уметь пользоваться секвенсорами. Это такие программы звукозаписывающие, там, где мы будем записывать звук непосредственно. Хотя бы самые минимальные навыки. Уметь записать, отрезать, свести дорожку просто даже. Я не имею в виду эквализацию и так далее. Просто хотя бы уметь записывать это всё. Если хотя бы такой маленький багаж знаний уметь, то можно уже начинать, допустим, писать луп-киты. Это такие гитарные партии коротенькие, которые вы придумываете для, допустим, часто используются стили R&B, soul, что-то типа вот такого вот. Ну, вот примеры, как это может звучать. Продвигать себя можно очень разными способами. Есть специальные платформы для этого. По-моему, как-то Bitstars называется. Я сам туда никогда не регистрировался. Помимо этих площадок тоже можно просто писать эти луп-киты и отсылать всяким продюсерам музыкальным, да, либо же ребятам, которые работают на студии звукозаписи. То есть, они могут у вас покупать потом эти непосредственно луп-киты. Конечно, если взять знания побольше, то есть, если вы всё-таки получше будете разбираться в секвенсоре, чуть ли не быть мини-звукачём, то здесь уже, конечно, разгуляться можно побольше. Можно, к примеру, писать те же самые песни на заказ. С этим я был достаточно тесно связан и как это выглядит. Это может выглядеть так, что вам могут прийти и наиграть песню на гитаре, и вы полностью аранжируете, добавляете остальные инструменты. Здесь, конечно, нужно понимать, как звучат барабаны, как выстраивать барабанные партии. Допустим, я на клавишах играть не умею, но умею играть на гитаре. Я гитарные партии переносил на клавиши. Всё это делается при помощи мышки, ну, то есть, на сегодняшний день это не так сложно делается. Либо же это может быть вариант, когда вам просто пришли с текстом, и такое тоже не раз было. Просто вот есть текст, хочется подобную музыку. Начинают высылать подобные песни, которые там похожи, так сказать, референсы. И, отталкиваясь от них, начинать писать музыку. Прикольная штука. Мне, на самом деле, очень сильно нравилась. И развивает, и реально творческая работа. Мне всегда она что-то по душе. Но довольно-таки сложная. Нарабатывать клиентуру нужно будет тоже самому. Где-то, возможно, нужно будет делать совершенно бесплатно поначалу какие-то песни. Чисто для наработки своего имени. Сотрудничать с другими студиями. И вообще, оборудование здесь уже побольше нужно. Помимо того, что должна быть гитара, должна быть хотя бы звуковая карта, ноутбук достаточно мощный. В идеале, мониторы, чтобы это можно было свести. Но можно, конечно, сотрудничать с другим, каким-то звукочём, чтобы он вам это всё сводил. Но в идеале, чтобы вы это могли всё сделать сами. Также сюда можно отнести ещё один такой интересный пункт. Джинглы. Тоже не один раз пробовал. Что это такое? Это музыка, которая звучит у нас в рекламных роликах. Бывает, часто рекламируют какой-нибудь свой курс. Рекламируют, не знаю, машину какую-то там красивую. И на фоне играет музыка. В общем, вот эта вся музыка пишется непосредственно музыкантами. Называется это джинглы. Такую музыку можно продавать на специальных площадках. Самая популярная – аудиоджангл. В общем, если вас интересует эта тема, просто вбейте в гугле аудиоджангл, послушайте. Там есть всякие такие роковые композиции, которые рекламные. Вот Energy Rock как-то так называется. Есть более лайтовые там, корпорейты там и так далее. В общем, тоже интересная тема на самом деле. Но очень хорошо нужно сильно вникать в это всё. Именно в стилистику. Например, я по своей неопытности, когда начал пытаться это всё делать, я всё делал больше похоже именно на песни. Потому что параллельно тогда как раз занимался заказами на песни. И плюс пробовал ещё джинглы делать. Джинглы у меня начинали выглядеть как песни. То это не прокатывает, это не работает. Сам сайт такие композиции не принимает. Здесь нужно больше вот именно реально коммерческую такую музыку, которая либо она мотивирующая, либо там задумчивая. В общем, всё быть многословным. Просто попробуйте найти в гугле и послушайте сами. Кстати, вот на фоне сейчас звучит тот джингл, который я когда-то писал на вот эти вот площадки для продажи. Знаю от многих знакомых, что многие музыканты чисто за счёт этого живут, за счёт джинглов и довольно-таки неплохо так зарабатывают. Поэтому тоже отличный способ. Ну и самый последний пункт у нас остался, это обучающий. Здесь, так сказать, я чуть-чуть больше уже разбираюсь, больше опытом в этом плане наработал. Тут есть несколько вариантов. Один из первых таких простых, это можно записывать видеокурсы. Например, мне когда-то одна компания написала, которая делала мобильное приложение, чтобы я сделал видеокурсы игры по гитаре. То есть в приложении там были бы мои видео, там был бы именно, допустим, курс, или ваш курс, который вы бы написали, да? И по нему бы учились бы люди непосредственно. От этого вы получали бы там какой-то процент. В моём случае это не совсем сработало, потому что не хватало тогда у меня достаточно опыта и оборудования, чтобы снять это всё красиво и качественно. Непосредственно в Телеграм-канале есть этот курс, который я тогда отсылал на то приложение, они его запустили, но как-то тогда дело не пошло. В Телеграм-канале вы можете его использовать бесплатно. То есть это самый такой базовый курс, самый простой, который только можно было сделать, как мне кажется. Ну, польза, безусловно, конечно, от него есть. Особенно если вы новичок. Курс мой называется «Электрогитара с нуля». Ну, в общем, в Телеграм-канале вы его сможете найти. Ещё один из вариантов, но это старых, всё-таки я говорю о нём, это писать книги. Сейчас, конечно, это уже вообще не в тему, но опять-таки такое раньше было. То есть многие писали книги обучающие о том, как можно учиться играть на гитаре. Также можно ещё внести сюда пункт «Табы на заказ». Я самим таким не пользовался, но видел не раз, что многие гитаристы таким занимаются. Пишут для каких-то сайтов, там тех же самых, там может быть, наподобие Сонгстера, или просто на заказ им пишут, можете написать табы. Не знаю, как это именно сама вся структура устроена, но знаю, что оно существует. Ну и, конечно же, обучение оффлайн или онлайн. Что для этого нужно? Ну, для этого нужно уметь хотя бы научить просто. Здесь можно очень круто играть. Не раз встречал крутых прям гитаристов, но которые не умеют обучать. Какая основная проблема – это то, что тяжело каждому найти какой-то подход. Каждый приходит со своими какими-то навыками, со своей какой-то базой. Человека нужно заинтересовать, нужно пошагово, последовательно вывести его на тот уровень, на который он хочет или который он может выдасть. Здесь, конечно, в плюс вам будет идти, если вы умеете играть, как на акустической гитаре, там какие-то простые песни, может быть, сложные какие-то, а также и на электрогитаре. То есть максимальная гибкость. Ну, что нужно, я уже сказал, это гитара и ПК или телефон, если вы хотите преподавать онлайн, но лучше ПК. В принципе, на этом можно заканчивать. Все пункты я уже рассмотрел. Если я что-то забыл упомянуть, напишите в комментариях или задайте свой вопрос. А еще лучше переходите в телеграм-канал, там я быстрее отвечаю и в формате кружочка могу более детальнее рассказать. Допустим, если кому-то интересно, а что нужно для того, чтобы там, допустим, писать аранжировки, да, или как разбираться, в каких программах можно это все делать. Надеюсь, данное видео вам помогло. Может, кто-нибудь задумался о какой-то из этих именно выбранных профессий. Может быть, кто-то просто удостоверился тем, чем он точно хочет заниматься. Посоветовать вам только хочу упорства и сил, творческого вдохновения. Здесь это самое главное. Долго чем-то заниматься, становиться лучше, хорошо анализировать свои действия и подходить к этому все профессионально. Ну а на этом все. Следующий ролик, который выйдет, можно будет узнать в телеграм-канале. До новых встреч!